Ну что, дорогие коллеги, мы можем начинать? Рад вас видеть, спасибо за ваш интерес. Я немного волнуюсь, это моя первая презентация, в широкой публике, прошу быть соисходительными. Я пару слов скажу о себе, я клинический психолог, работаю в частной практике в основном, и региональный представитель института биштенка психограмма. И я был в базовую подготовку именно в психотерапевтическом модельно-степене в гиштенке терапии и в майндфленинсе терапии Хакони. Собственно, я первый, кто привез в Россию этот метод, поэтому он ничего не слышит у него. И, собственно, акт я заинтересовался пару лет назад, потому что мне очень нравится теория, она для меня имеет много смысла. И мне кажется, что, собственно, это самое важное, иметь ли та теория, которую мы практикуем, теория того метода для нас смысл, как и соответствует она вашей внутренней философии и нашим взглядам. И вот так как раз очень хорошо совпало с моим опытом взглядами на жизнь, но все пор я развиваюсь в этом подходе. Акцент на синтоникной терапии, ну, наиболее адекватно, как мне кажется, перевести именно как терапия принятия обязательств, хотя ходят споры, что вот обязательства или ответственности. Но в контексте самого подхода обязательств, это обязательств, которые берет на себя клиент за свои изменения. Мы договариваемся с ними, разрабатываем шаги, направленные на изменения, помогаем им разработать, и берет на себя обязательства реализовывать свои мотивации к изменениям. Акт был разработан, ну, я так скажу, просто небольшой степень, сейчас историческое. Акт был разработан у двух психологов, который возглавлял Стив Харрис. Кто-нибудь читал что-нибудь про акт? Чего читали? Статьи или книжка Стива? Статьи, да? Статьи, да? Есть «Ловушка счастья». «Ловушка счастья» — это хэппи-нэс-трепт, он всегда с Харрисом, он австралийский тренер. Я, как раз, у него на курс обучался по... Ну, его перевели, да? Вот это просто, что перевели, да, это, кстати, инвеста, и она клиентская. К сожалению, как раз переначали почему-то с клиентской, решили начать. Сам... Ну, все знают принцип «здесь и теперь», кто же не знает «сторый как русский», да? Вот. Это был тот самый принцип, и... Ну, когда мы работаем с клиентом, мы обращаем внимание вот, ну, в речи, да, вот именно в язык, да, теория, в сумме теории языка, и мы обращаем внимание на язык. Как он рассказывает? То есть, как узнать, что он здесь еще рассказывает? Вот я был, вот там моя мама меня била, а папа меня там не покупал в велосипеде, вот я теперь страдаю, так-так-так. Или вот я приеду туда, и вот начнется, и вот так далее, и вот случится. То есть, как обычно так, ну, упрощенно, шутливо, да, да, клинцистам говорят, что травма – это всегда в прошлом, тревога – это в будущем. То есть, ну, на шум таком, играет с нами в машину времени. И это нормально, потому что на шум предсказательная машина, она опирается на опыт прошлого, чтобы предсказать будущее. Нормально. Но если мы только в прошлом или только в будущем, и как-то в настоящее возвращаемся редко, тогда начинаются проблемы. Наши психологические гибкости спадают. Почему? Потому что мы не можем адекватно реагировать на этот существующий контекст, вот прямо сейчас, на тот контекст, который есть. Мы либо через лензу прошлого на него, через лензу будущего смотрим. Соответственно, неадекватно в контексте, и психологические гибкости спадают. Так вот, самый вкус – майнфуэнс, третья волна, да? Майнфуэнс – это как раз та практика, которую мы буквально обучаем клиента, ему даем самых простых вещей, мы ему… Вот, в смысле, психоэдюкейшн, психообразование, это то, что в арте активно используется, так же, как в ХБТ. И иногда, все знают, что это снижает сильно тревогу, потому что часть наших клиентов приходится с посланием, что «помогите совершать не так». Я схожу с ума, у меня много чувств, или моя мысль там запомнила. Все нормально, так бывает, это нормально, нормально думать про прошлое, про будущее. Но, смотри, есть альтернатива, есть еще… Можно потренироваться, чтобы еще и про сейчас что-то… Вот, вот. И экспозиционные, вот кто там поведенческую терапию любит, экспозиционные техники – это, собственно говоря, одна из форм привести клиента в «сейчас». Но акт, ну вот, в общем, по сумме опыта, литературы и отзыва, факт не поощряет буквальную экспозицию. Поскольку, как экспозиция акт, экспозиционные техники, акт, очень бережный подход, очень, они не должны превышать ресурсы клиента справляться. Без наводнения, да? Без наводнения, да. То есть, ну, это, опять же, это мое впечатление, вот из суммы клинической литературы, там, общения с коллегами, да, тот, кто обучался в КБТ, когда и начинал, тот использует, но вот по отзывам, это не правило, это просто такое мое впечатление. Что, в основном, мы делаем это все в mindfulness, и отчасти это причина, по которой без наводнения, потому что в наводнении очень трудно mindfulness сохранять. Вот это вот, осознанное и медленное восприятие момента. Наводнение, как правило, создает достаточно сильный эмоциональный фон, да, вот, и это, и тогда мы нарушаем принципы акта сами по себе. Ну, поэтому мы скорее, там, мы начинаем чуть-чуть, а что если подумать об этом? А что если там просто соприкоснуться, а что если соприкоснуться с этим чувством? А что если вы это скажете прямо сейчас? А что если, а что если, и так потихонечку, потихонечку, чтобы менять, что-то, вопрос, как научиться со всем этим жить? Вот как со всей этой требухой научиться жить однополненной и осмысленной жизнью? То есть, если я, вот, тревожусь каждый раз от презентации, прям вообще, вопрос в том, чтобы там научиться перестать тревожиться, вопрос в том, как тревожиться, и при этом делать презентацию, что-то рассказывать. как кроме этой тревоги делать еще что-то вот осмысленное и полезное для себя? Ну, это одна из причем, в которой меня как-то акт еще от соблазнений привлек, что мы ничего не меняем, мы учимся жить с тем, что есть со всей этой буквы. Ну, а второе, что вот так ну, акт задается вопросом, как? Ну, не почему там, почему я стал таким, а просто как? Ну, как с этим жить? Почему нет? А как ты делаешь прямо сейчас и как ты хочешь делать? Да. А почему? И, наверное, клиенты, кстати, у нас так много, большинство клиентов, которые вообще первый раз приходят, они там, ну, смотрели фильмы какие-то, да, они первым делом приходят, начинают, что рассказывать? Ну, вот там, а я когда начинаю пытаться что-то рассказывать, как они видели фильмы, что-то про детство, там, и это такой отрезвляющий эффект, что не надо, я говорю, если хотите, конечно, можете, но зачем? Ну, если вам важно, можете рассказывать. Ну, вот ко мне вы за детство пришли? Что-то? Нет. Ну, а кто-то говорит, да, вот хочу, некому больше пожаловать. Ладно, потому что договорился, что вы пожаловались. И здесь есть несколько ключевых терапевтических посланий, что, ну, в принципе, что жизнь – это не то, что происходит за пределами страданий, а то, что происходит прямо сейчас. То есть жизнь – это то, что, как жить прямо сейчас и не дождаться, когда страданий. Потому что, я глянусь, что вот сейчас вот страдания пройдут и заживу. Вот сейчас вот разведусь, и наоборот женись и заживу. Вот сейчас с тревогой справлюсь, и заживу там, да, там от мамы перееду или на маму и вот жизнь пойдет. А что-то не происходит, ну, а что, Ну, и он так, проекватил, что он говорит, то он может прямо сейчас начнет жить уже, поскольку с вами жить. Второе, что жизнь полна как радости, так и страданий. И в этом смысле мы можем познать радость только на фоне страдания. Ну, иначе, как мы узнаем, что она в воде. Вот. Ну, и что мы, мысли, собственно говоря, вот эти, какие-то деньги поставить, что нормально быть в прошлом и будущем, но хорошо сбалансировать это присутствие сейчас. и следующий, о, да, отлично, который, так же, выбираю, это когнитивное, когнитивное спутывание, дрог-распутывание. Что это за принцип? Собственно, он в оригинале когнитив фьюжн называется. Когнитивное спутывание в акт это процесс, при котором мы воспринимаем наши мысли, вот их содержание, как буквальную истину. То есть мы буквально верим в те мысли, которые мы думаем. И в противовес этому когнитивное распутывание это, собственно, формирование вот этой метапозиции. То есть, когда мы отсоединяемся от мыслей, и вот такой я привожу такую метафору, отступление в три категории, в акт три категории интервенции, группы интервенции. Это парадокс, метафора и эксперимент. Такой категории. Я вражу такую метафору, что вот представьте, что у вас есть радиоточка в квартире, и она не затыкается. Ну, ее можно сделать потише, но заткнуть, ну вот, есть радио. В каждой квартире есть радиоточка, и она вообще, даже если радио вот вообще выключится, она становится прислушив, потом где-то перекрыт так, тихонечко. И я говорю, вот это наш ум. Мы все время наш ум думающую машину. Все время думает, 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 и нам в общем содержании неинтересно. Нам интересно, как вы относитесь к этому радио. Вы можете сидеть, сцепившись к нему, можете подальше, и есть такой вот интересный, готовый маленький такой эксперимент иллюстрационный, хотите попробовать? Вот он такой вот учебный, как раз раз его предлагали на своих фильмах, мне очень нравится, что, вот попробуйте посмотреть на свои руки, ну да, и попробуйте поближе к лицу, поднести прямо перед глазами, представьте, что вот это ваши какие-то установки, убеждения про себя, да, как можно ближе к лицу, ближе, еще ближе, а теперь попробуйте там, ну вот как, оставляя руки так, попробуйте, вот, заметить, сколько вы видите пространства вокруг, попробуйте друг к другу повернуться, продолжать смотреть на ладони, да, ну вот на них все ваши, да, все ваши мысли, там все же представления, а теперь попробуйте вот от себя, прям, и прям, отталкивайте, отталкивайте ладони, отталкивайте, еще дальше, прям, напрягитесь, да, вот, эксперимент шлавы, вот это сбегание, да, а теперь попробуйте Вы можете положить руки на ногу, руки вы куда не исчезли. Но у вас появляется возможность посмотреть друг на друга, посмотреть на руки и как-то немножко расслабиться. Это простая иллюстрация. Вот это комнате фьюжен, собственно, experiential avoidance. Ну, нормальная видимость. И мантелл, в том числе, это, опять же, ключ к формированию этой позиции. Мы говорим, а заметьте, самая простая интервенция, такая базовая, как можно оценить, это начать говорить о его мыслях в третьем лице. А что тебе твой ум не говорит? Я думаю, а замечаешь ли ты, как твой ум тебе говорит? Да, могу сказать, я замечаю, что мой ум мне говорит. Я замечаю, что мой ум мне говорит. Ну, прям видно, как вот даже вот так вот смотришь, он немножко так расслабляется, так замедляется. А теперь могу сказать, я замечаю, что я замечаю, как мне ум говорит. Как через язык в этом. И могу еще говорить, слушай, вот в следующий раз, когда у тебя там будет тревожная мысль. Попробуй все равно сказать там. О, спасибо ум, интересная мысль. Например, никому не понравилась эта презентация, и все меня будут ненавидеть, и никто со мной не будет общаться. И я говорю, спасибо ум, интересная идея. Ну, не знаю даже, но я попробую. И он продолжает мне это говорить, я сейчас скажу. Это вот то, что у меня в голове. Я сейчас продолжаю делать презентацию, общаться с вами. Они говорят, слушай, ты несешь умную чушь, никому-то не интересно. Все мальчат. Я говорю, окей, спасибо ум. Здорово. Проверим. Вот так вот, это да. Можно небольшой комментарий. Просто вот наши тревожные, панические, с паническими атаками. У них же иногда и возникает какая-то реализация, когда расщепление такой происходит. Они наблюдают за своей психикой, боятся, кстати, с ума, например, и у них. И возникает такая псевдометопозиция, когда они смотрят на себя со стороны, и пугаются тому, что они видят себя со стороны. То есть вот здесь, наверное, какая-то вводная. Да. Здесь некоторое вводное про... Собственно, ну, спасибо за вопрос. Это чуть-чуть больше, чем я планировал. Но это, в принципе, acceptance и mindfulness. Вот что такое mindfulness, да? Если вы посмотрите в пределение, которое только Абладдзин говорил, что это безоценочное наблюдение и принятие внутреннего опыта. То есть мы учим замечать, но не оценивать, не присваивать оценку. И замечать оценку. Вот, да. И, ну, вот, это псевдо от... Псевдо, что они оценивают. Они замечают, что думают, и оценивают это как безумие. Ну, а позиция принятия такая, что дерьмо случается. Ну, да, и это происходят вот такие мысли. Тем более у них есть еще и мнение доктора, которые говорят, ну, «Тебошьтесь, противорка такие мы собираем». Да, да. Ну, бессмошедший. Ну, это уже наш... Мы, контекст клиента становимся как психотерапевт в функции, действия в контексте. Когда при нас, клиента... Собственно, это и есть элемент обучения поведенческого. Это тоже поведенческая стратегия, да? Относиться безоценочно наблюдать и относиться к своему мыслу. Это поведенческая стратегия, которую мы обучаем. И мы тот элемент контекста, который помогает клиенту вот своими интервенциями, языковыми какими-то, да, экспериментами вот научиться это делать. Какой-то дидактический акт присутствует? Наверное, что мы там объясняем. Он может, он присутствует. Вообще, да, акт очень серьезный, такой очень большой кусок деляется информационным ценам, да, информированному согласию, когда мы объясняем, прям разжевываем, что мы предлагаем клиенту, как это будет, ну, что, что... на что он там соглашается, и так далее, и тому подобное. И цели, да, и мы объясняем его. И информированное согласие — это то, фактически мы берем на каждый эксперимент. Мы предлагаем эксперимент, проверяем и нити для него значения, да, все равно попробуем. Это трансформирование. И мы объясняем, что происходит, мы объясняем теорию, мы делаем эти вводные, но это зависит от клиента, от того нивидонизации, да, от функционирования и прочее, прочее, прочее. И потом, смотрите, поскольку это система, в общем, система баланса, да, шестиугольник, очень интересный такой, коллеги замечают, что каждый сваливается в тот процесс, вот, который был главным, ну, как бы, главным фокусом в том подходе, в котором он до этого учился. То есть, там, гештальтерапевты в избегание опыта сваливаются сразу, и у них перекос. Когнитивные терапевты — как примитивное раскутывание, там, поведенческие планировать, обучать, там, значит, проблем ориентированные скиллы, скиллы, там, то-то-то. То есть, бэкграунд дает знать, вот, да, на супервизиях это видно, бэкграунд, как каждый заваливается в... Ну, понятно, что у нас есть как в терапевтии сильные, слабые стороны, просто хорошо про это знать и, ну, держать в фокусе. То есть, с медопозицией, к этому опыту организовать? Да. То есть, и опять же, быть гибкими, да, если клиенту трудно идеи когнитивного спутывания-распутывания, мы берем через что-то другое, но больше, допустим, там, как-то через избегание опыта. Если ему с опытом тяжело, он прям, там, там, алиситимия, там, вот, как будто затрудненность, ну, больше, там, через когнитивное спутывание работать. Как-то очень гибкая система, как-то танцуем по шестиугольнику. Вот. Сейчас нет задачи пройти, там, как-то, вот, по каждому пункту. Вот. Ну, вот, собственно, ну, соответственно, метафора, вот, видите, такая смешная картинка автобуса, там куча кракозябников, монстров. Это одна из таких тоже неучебных универсальных метафоров, что наши мысли как пассажиры автобуса. Одни нам дают хорошие советы, другие плохие, третьи молчат и что-то нам, там, издают какие-то звуки, там, бывающие, да. Но, в общем, мы не обязаны следовать этому всему. Мы водители автобуса, и мы можем выбирать, кого послушать, кого не послушать, или вообще что-то еще там, да, руководство третьих. То есть, вот, автобус – это основная метафора. Концептуализация self, conceptualized self, точнее, концептуализированная селф. Очередной принцип – это привязка, вот, я-концепцию. Все знают, да, это понятие, я-концепция. Так вот, это застревание в какой-то я-концепции. Например, вот, как язык может сыграть звуную роль с я-концепцией, так же, ситуация, что, ну, все знают, что популярный такой, в русскоязычной, там, среде, в популярных статьях понятие такой «травматик». Кто слышал? Клент – травматик. Да? Отвратительный лейбл, я, всегда у меня подгорают, когда я его слышу, потому что это лейбл, который, вот, ну, «клент в культуре – травматик». И, и, вот, чуть-чуть, ну, да. В англоязычной литературе никогда не встречаешь, даже человек с травмами никогда не слышал. У них всегда свайба, то есть выживший, переживший опыт травмами. Почему? Потому что это концепция победе, концепция выигрыша, я пережил это, понимаешь, что меня там грабили, убивали, насиловали, потом я пережил, я живой. Я пережил это, живой, я дошел на психотерапевт, я живой. Травматик. Этот травматик, как раз, это пример концептуализированного я. Я – травматик. Относитесь ко мне как к травматику. Я буду… Если я травматик, я могу на вас нарвать, потому что вы, там, ранили мои чувства. Вот, неаккуратно. Я – травматик же, да? Вот. Ранили мои чувства, я буду, там, кину вас, что-нибудь. То есть, вот, это застревание в концептуализированном селфе. И… Здесь я несколько… Читаю, да? Несколько понятий, которые в литературе можно встретить, и… Я их разъяснил. Три понятия селф, которые автор рассматривает селф как контент, то есть как содержание. Я – травматик – это селф как контент. Есть некоторый контент за слово «травматик», то есть какой я, да? Я вот такой, вот тут мне не скажи, тут мне не посмотри, тут мне не предложи, а вот тут я могу делать это, и вообще нет права. Я – травматик. Ну, селф как осознавание, то есть это процесс, процесс замечания. То есть я замечаю, что что-то… Что-то… Травматик, а травматик ли я? А что значит «травматик»? То есть я начинаю замечать, как это вот селф во мне устроено. Это ощущение. И селф как контекст, то есть это именно метапозиция, это перспектива. Я считаю, что, конечно, у меня есть травма, меня там били, пытали, резали, насиловали, есть. Но еще я там будущий отец, будущая мать, а еще я хороший работник, а еще я тот, а еще я тот, а еще я вообще вот… И я замечаю, как эти все селлы взаимодействуют друг с другом, или тех, которые проявляются. Вот такая вот… Селф как контекст называется. То есть это позиция, которая становится контекстом для опыта. Ну, внутренним контекстом. И, ну вот, по поместкам скажу, что в клинической работе разница между селф как осознавание селф как контекст часто размыты, и в книгах это можно встретить, разные авторы пишут, но из прагматических соображений мы не паримся про это, потому что ну как парень про четкость определения этих понятий помогает нам помочь клиенту. Никак. Как и так помогает? Ну, это не паримся. Вот. И теперь вот это, это моя любимая, вот это любимая для тех психотерапевтов, у кого такой экзистенциальный бэкграунд, логотерапия, там, Франко, Лэмли, вот, они и одна из причин психологического расстройства – это недостаток ясности или контакта с ценностями. То есть, ну, есть очень сложное название, прям, поведенческое, про эти ценности, и я не могу даже перевести, если честно, но, а есть клиническое такое, которое, например, клиническое справочное, оно звучит как «ценности» – это выбранные качества жизни, выбранные, да, которые реализуются непрерывными паттернами поведения. И ценности, ну, что такое ценности? Ценности – это процессуальное понятие лакта, и оно, вот возле этой бюлитской силы, оно только частично рациональное. Ценности – это вот, ну, некоторая наша внутренняя истина, это вот как правильно, как правильно для нас, да, вот, как для нас имеет смысл жить, вот каким человеком важно быть, да. Это, вот, если это и в английском, и в русском языке, это, как говоря, прилагательное, да, быть заботящимся, быть там любознательным, быть там увлеченным, быть отважным, да. То есть, вот, ценности – это про то, каким, ну, каким человеком я хочу быть, и вот какие, какие свойства я хочу реализовывать своим поведением. Там, мой личный пример, например, у меня ценность была всегда заботиться, вот так заботиться о людях, и я там за 36 лет побыл медбратом, поработал в органах и поработал в кадрах, только потом стал психотерапевтом, ну, и везде я искал способ, как заботиться о людях. Там, в больнице, для меня было главное, чтобы мои там все были помыты, почищены, чтобы сделать вот все процедуры, да, все назначения. В полиции, в милиции, я там, чтобы вот помочь, даже если тут просто ограбленная женщина, там, поговорить, успокоить ее, как-то вот, ну, что-то сказать такое, чтобы поддержать человека. Хотя я вообще про психологию ничего не знал, да. В камерах, там, ну, будут для себя устроиться, помочь с документами. То есть вот для меня, для меня всегда важно было, и я нашел ту отрасль, которая наиболее, вот, полноценно помогает мне реализовывать свою ценность. Вот. Вот. Вот тот смысл жизни, который у меня есть. И ценности, это, вот, как написано на этой компасе, ценности не могут быть оценены сами по себе. То есть, вот, если меня спросить, а, Николай, а почему вот заботятся же? Да хрен знает. Ну, вот, ну, не знают. И они не рациональны. Это вот какие-то вот, это, вот, ну, это даже не ядерное убеждение. Это вот, ну, некоторое оборудование. Ага. То есть, для меня просто тема ценностей важна. Варварь тоже хотел бы поговорить об этом немножко. То есть, подразумевается здесь ценности, как объективно наблюдаемые смыслы деятельности. То есть, со стороны можно посмотреть. Опять же, это ответы на вопрос, зачем та или иная деятельность происходит. Да. Да. Но не со стороны как раз. Это, ну, как-то из своей метапозиции. Со стороны человек может быть. Ну, со стороны можно тоже. Со стороны. Это можно зарегистрировать. Да. И сказать, слушай, ну, у тебя смысл-то такой. Да. Можно говорить, что такое, а вот такое. Да. Ну, да. И мы, когда нам клиент что-то расскажет, что, похоже, ты был счастлив. Вот все эпизоды счастья, которые ты рассказываешь, они были связаны с тем, что… Более там, эмоционально со стороны справляется в беседе. Они же. Она именно иррациональная. Она больше частью… Она часть… Вот написано, что она частично вербальна, ну, а частично эмоциональна. Эмоциональна там преобладающая компания. Да. И если совершенно верно, мы в терапии говорим, слушай, вот ты вот счастлив-счастлив, мы вот так вот твою историю изучаем, и вот ты наиболее счастлив был, когда вот занимался этим. Хорошо, ну, тебя в этом не уважают. Мне важно было прямо вот это, вот это. Слушай, а вот то, что сейчас ты делаешь, это помогает тебе быть таким вот этим людьми вообще это какое-то? Слушай, может поменять контекст? Или, как вот, помните, это Франко как раз, это такой тоже факт приводится к учению, как Франко в «Понславии». Что, конечно, он не мог поменять контекст, но внутри этого контекста он мог выбрать ценности, реализацию ценностей, которые для него вошли заботиться, там, о людях плавать. Он ходил из последней силы, общался… То есть смысл видения будущего. Когда это закончится, он расскажет, как все это было, что исследуют. Да. Да, и абсолютно верно, да. И ценности, вот, что они не могут быть оцениваны, но могут служить призмой для оценки других вещей. И вот мы помогаем клиенту, который потерял или, по какой причине, не имеет слабый контакт, не ясно с ценностей, мы помогаем настроить эту призму, через которую он будет оценивать контекст, возможности, да, вот. Вот эти возможности помогают ли эти люди, вот, общаясь с этими людьми, работая на этой работе, там, вот через эту призму. Вот, что лучше всего, вот, какой контекст мне нужен. И это, ну, не то, как мы ставим цели. В акт постановка цели есть, но цели ставятся на основе ценности. То есть это ценностно-ориентированные цели. Вот разница, да, что ценности – это, как я хочу себя вести, качество, которое я хочу привносить в свои действия, но по снарядной основе, сейчас на невозримом будущем. вот ценности никогда не завершаются, не было сделаны и достигнуты. То есть это он go, есть слово он go, то есть длящийся, длящийся процесс. Это то, как я хочу вести себя прямо сейчас. И вот, вот это очень интересно, мне нравится как раз, что ценности – это то, как я хочу вести себя в каждый момент своей жизни при достижении своих целей, да, если я достигну их, и как я хочу себя вести, если потерплю неудачу в достижении. То есть, ну, понятно, что мы ставим себе цель, ну, вдруг так ситуация меняется, контекст меняется, что мы не достигаем. И одна из проблем, да, это, ну, мы так расстраиваемся, что теряем контакт со своим цельским, мы начинаем как-то себя вести так, что забываем про них, вот наша жизнь кушается. То есть даже если я не достиг цели, вот таким человеком я хочу оставаться. Ну, ценности моего отношения с кем мы и чем мы будем, да, какие-то обязательности с людьми, может быть, с природой, с обществом, с человеком. Ну, и самое-самое-самое поведенческое, да, бездействие и дезорганизованная активность, да, и committed action, как раз вот в английском committed action, вот commitment, это как раз вот эта часть, committed action, то есть, ну, обязательства как-то ответственные, обязательные действия, направленные изменения. Делать. И, ну, некоторые люди там мы учим клиента самому себе задавать вопрос, реализую ли я своим поведением, свои ценности, конечно, в моменте, да, здесь нам помогает маркер у нас, и текущий момент быть в моменте, вот прямо сейчас я вот. и, ну, та часть, которая вот, ну, в классическом кто-то используется, это какие навыки мне необходимы. То есть, если навыки целеполагания, тогда, значит, мы цель ставим. Бывает так, что там клиент приходит с выгоранием, значит, плохо, 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 а он начинает разбираться, а он даже вообще не рефлексирует, сколько времени он на работе проводит. Он объясняет, что работает он по 16 часов в день, и уже два года не был в отпуске, и там, не знаю, и кушает он раз в день в последние несколько месяцев. Ну, в общем-то, ну, некоторые рефлексы и выстрелывание режимов, то есть просто выставят, давай начинаешь кушать три раза, давай начинаешь работать 12 часов, а не 16, и прямо как-то, смотришь, человек оживел, сходил на две недели в отпуск, пришел розовенький, вот, а уже больше терапии не нужна, как-то, ну, все, вот, элементарные какие-то научения, научение необходимого навыка. Вот. И вот здесь, вот, для меня, скажу, что это очень общая такая, вот, если у нас, допустим, суперинтервизионные будут, да, я буду неинтервизионных, я перевожу бланки, суперинтервизионные бланки, фронирование кейсов, там, опросники для клиентов клинических. В акт есть, по крайней мере, один известный, не валидный прям опросник, он, вот, я знаю, в Америке прошел увалительность применять, во Франции недавно коллеги написали, он называется Acceptance and Action Questionnaire, опросник принятия и действий. Вот. Вот он такой строгий следовательский опросник, а клинический опросник там тоже есть, ну, где-то полторы, их вообще куча, там, каждый акт терапевт пишет под себя, но вот так получилось, что какие-то наиболее там, ну, все пишут, все распространяют, и есть там, ну, грубо говоря, с полдюжин, которые наиболее популярны, как только поперывал у народа, я их тоже перевожу, мы будем давать некого из них, ну, как кейс прописывать, как там, вот, клиенту давать на самоисследование, ну, там, если опросить клинические на самоисследование клиента. Соответственно, первая – это оценка, ну, мы проводим асессмент, ну, как общий, да, как клинические психологи, там, или консультирующие, или как психиатр, тем более. Вот. Соответственно, составляем дальше составление кейса, обязательно, ну, по гексофлексу, по этому шестиугольнику, мы определяем решение, мы определяем, где больше всего перекуса, с чего мы начинаем, как-то, с какой часть клиента, за какую часть хватаем самому выступающему. Вот. Дальше – анализ работоспособности, то есть вот эта вот креативная безнадежность, мы анализируем, что он делает, анализируем его поведение, и работает ли оно для достижения цели, там, тем более для реализации цели, хотя бы для достижения цели. Потому что, ну, бухать уже месяц, не просыхая, не очень хороший способ, чтобы справиться с тревогой, но не работает, все равно просыхает или тревожит. Вот. Формирование альтернативное, готовность, в ней нравится слово, выемность, да? То есть готовность, готовность встречаться со всей этой вот болезненной тревогой, которая внутри есть, чувствами, мыслями, действиями и прочим-прочим-прочим-прочим. Вот. Потом, ну, зачем вообще, в чем хочется от терапии, понятно, что цель какая-то, цель, какие ценности, мотивированные обязательства действовать, да? И наша задача обучить его, чтобы он сам плясал по этому шестиугольнику. То есть, вот, станет самым себе терапевтом, вам более чем справедливый принцип. Ну, и вот, например, когда у нас супервизионная группа собираются, у нас скальпинг, потому что международная группа, это очень интересно, то есть это не классический разбор кейсов, это есть кейс. И дальше, ну, там, тренера ведущих, посетирующие, они спрашивают у меня как терапевта, как я с этим клиентом полишу по своему шестиугольнику. Где я излидаю контакт со своим опытом с этим клиентом? Где я, там, у меня когнитивное про него спутывание, что, о, боже мой, с этим я никогда не работаю, я никогда с этим не справлюсь, и вообще я поднимаю. Где я выпадаю из момента и фотозирую на то, как клиент уйдет, там, недовольный, там, да? Я не знаю, что я не знаю, где я тебе понимаю. Где я, то есть через себя, и это первое требование. Вообще, вот, я так постепенно вас не буду завершаться, так же скажу, какие-то организационные моменты. Вот это основная адрес ассоциации. Те, кто знает английский, повезло, но это не же мои контакты. Те, кто знает, повезло, можно вступить в ассоциацию за 30 долларов. Вам откроется научный журнал «Ассанец Директ», журнал контекстуальных поведенческих наук. Вам откроется закрытый форум, где вы можете писать, задавать вопросы, там, Стив отвечает. Стив очень контактный, клевый дядька, вот этот основатель, и другие. Я их не запоминаю, но там их трое, на самом деле. Они все отвечают, обмениваются, подсказывают, делятся. Очень питательное сообщество, очень такое. По моему ощущению, в акт нет сертификации. Это принципиальная позиция, что сертификация создаёт нездоровую конкуренцию, и поэтому пусть тысячи цветов цветут. Но есть статус «Акт пир-тренер», то есть это тренер-акт, который фасилитирует супервизионные группы. Это, так сказать, супервизор в акт. И вот для этого нужно иметь релевантное образование, нужно некоторое время вести воркшопы и снимать их на видео. И если вот там комиссия будет рассматривать видео, если специалист регулярно демонстрирует навыки акт, то есть сертификация, фактически это присвоение статуса, оно основывается на компетенциях. То есть если на протяжении определенных заданного времени, года, по-моему, на материале, который регулярно демонстрирует атель акт, ему присваивается решение комиссии вот этот статус. Поэтому, если где-то вы увидите объявление, что кто-то там проводит акт и кого-то сертифицирует, ну, улыбнитесь и помашите руку. Жмите удачи. Пусть дальше сертифицируют. Я видел просто такое объявление, кстати, сертифицирую. Ну, я не буду говорить, конечно, но я видел, я тогда искал, сертифицирую там, сколько-то, двух лет лет неба, которые имеют сертификат, дающий право на вступление в ассоциацию. Ну, вообще выкупать надо. Вот, ну да. Заходите на сайт, платите. Там, по-моему, даже 10 долларов в студенческой школе, там разница, там незначительные ограничения, в общем, вот так 30 долларов, все материалы открываются. Вот. Ну, вот так вот. Еще немного информации о технической, а потом, может быть, к вопросу мы перейдем. У нас планируется, сейчас это, так сказать, прелюдия, такая преамбула небольшая, планируется развернутый семинар. Кому интересно, запишите дату. 20 апреля, это будет среда, здесь же в этом помещении. И я думаю, вот сейчас пришла мысль, может быть, нам тогда после семинара провести интервизию, нагрузку к семинару, тем, кто задал. отводит варен такими идеями. Конечно. Теперь мы еще днем. А сколько обычных интервизий у этого планирует? Ну, 2-2-2 часа, с 5-6 человек, 2-2 часа. Можем сделать тогда на ужин пилиров, с 6 до 7, а с 7 до 9 до 10 лет, просто чтобы максимально насыщенно использовать. Я привезу пару ламп, просто какие-то кейсы. Я основывал, чтобы просто брейнсторг, да, с того штурма. Потому что сейчас, как говорится, все уже вошли во вкус, и уже хочется что-то потрогать руками, и вот здесь как раз… Ну, поскольку клиенты нету, да, и… А тут, может быть, за таким хорошим продолжением среды. Я только за, я за любой типыш, как я говорю. Хорошо. Тогда давайте перейдем к вопросам. Да, вопросы, через вопросы. Жалобы, предложения. Первый срок прошла. Заодно мы приглашаем тогда, если уже говорить об инновационных моментах, будет юбилей Восточноевропейского Министерства Конститута, точнее, он уже идет первый день сегодня, завтра и третий день будет круглый стол обращенный такой объединительной тени, третья волна, майнфулнес и воронос, пробуждение такое со стороны гештальта. Как гештальтисты говорят, что вот то, что вы сейчас тут майнфулнес нам задвигаете, мы говорили еще в 50-х, поэтому давайте поговорим о понятиях, как 90-е у нас, и мы предлагаем присоединиться к разговору о понятиях в режиме прямого диалога. Это будет на территории института Рауля и Минирового Голенберга. Полное его название... Институт специальной педагогики и психологии Минирового Голенберга. Есть в Фейсбуке многочисленные посты Кирилла Шаркова, с картами так добраться от озерков. У нас на сайте есть ссылка. Да, у нас на сайте есть ссылка. Поэтому мы тоже, может быть, продолжим этот разговор, а сейчас по контексту, как мы услышали это значимое слово для всех нас, по контексту, может быть, что-то сейчас откликнулось и хочется это предпринять. Где он на русском языке? Нет. Ну, кроме Гераса Трайса, я сейчас цикл статей готовлю. Вот одну я поделился. Как раз я... Можно выложить, выкладывать. Я там провел сравнительный анализ гештальтерапии и акт. Там как раз все эти принципы более широко раскрываются. Вот. Значит, сейчас вот я пишу акты и ПТСР. Работу с ПТСР. Вот. Но, в целом, ну, какие-то переводы буду выкладывать. Наверное. Ну, понимаете, затратная работа и, в общем, требуют усилия. А я один. Вот. Но есть материалы. Если кто-то говорит, и кто-то хочет присоединиться, и кто-то хочет поучаствовать, я буду только рад. Как вы стащите какие-то кусочки на переводы. Более того, с акт сообщества можно направиться на перевод какой-нибудь книги, издания. И не придяется на этом. Можно будет собрать с такой коллектив. Потому что книжек очень много. Очень толковых. Ну, что вы говорили, акт уже прошел с организированными исследованиями по всем группам. По всем расстройствам основными. То есть уже практически, да, по всем расстройствам личности. Личности. То есть органические. Хотя, да, есть там и с каким-то ограничениями уже такими органическими. Я видел, чуть делились люди. Вот. Ну, так вот по всем основным прошел. Значит, вы можете на подмеде найти, кто интересуется. Есть два мета-анализа, сейчас очень больших. 2014-2015 года. По более раннему, что акт, в общем, ни шарки, ни бабок, примерно так же, как и все. Ну, так же, как КБТ традиционное. По второму, 2015-го, что, да, так же, как КБТ. Но вот с хроническими болями, депрессиями и тревог. Вот, с депрессией и тоническими болями. Вот. Хроник Пейн. Вот как-то немножко, вот как-то получше. Чуть-чуть так, не то, что назначить, но вот. Ну, два больших фоуапа таких. У Матилова стресс редакшн, который не видим. Но у него все-таки, они рассматриваются на психотерапию, у него не психотерапевтическая программа. Эта программа, по крайней мере, ну, это же не позиционирует МБСР, как тут психотерапия не позиционируется. Поэтому, кстати, стало тяжело психотерапевтическими. Отдельная программа позиционировалась именно работа с хронической болезнью? А, про боль не знаю. Я в этом поле сразу 8 недель был в курсе. Вот. 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 Про именно так вводить. Я попрошу, там, кстати, по хроническому болезнью. Ну, что так вот. Она позиционирует сравнивать с этим. Хорошо. Она не сказывается. Есть хендбук, да, по расстройству пищевого поведения, хронические боли с подростками. То есть, ну, очень много материалов. Суть одна — гексофлекс. Есть опыт. Сейчас книжка, кстати, вышла «Мастерство клинической беседы». Это как раз вот такая вот книжка. На английском, конечно. На английском уже месяц назад. Она как раз про вот использование теории МРТ, вот это вот, в клинической практике. Вот. И сейчас получилась я участвую в программе полугодичной по исследованию как раз теории МРТ в клинической практике. Сегодня первое занятие. Вот. Так что тоже будем укладывать, наверное, что-то делиться. Скажите, а вы в самом начале говорили, вот, положено, задается вопрос, ну, зачем, да, и вам отвечают. Зачем сейчас? Когда твоя, ну, жизнь, как будет твоя жизнь, говорите, страдание закончится. Да. И есть ряд клиентов, да, которые говорят, ой, оно никогда не закончится. То есть мы понимаем, зачем. Страдание никогда не закончится. Да. То есть есть люди, которые говорят, я не представляю свою жизнь без изменений. Все. Ну, нет. Тогда как жить с этим страданием? Когда мы работаем, мы не спорим, акцептимся. Мы говорим, ну, окей, если ты думаешь, если надо, нам клиент даст спутан с идеей, что в его жизни никогда страдание не приятное, мы говорим, хорошо, ну, давай возьмем это за... Окей. Я не знаю. Давай искать. Давай искать. Давай искать. Давай искать, что потихонечку какие ресурсы можно добавить. Что это там? Я не знаю. Ну, понятно, что мы ищем с ним. Это я вам отношусь. Да. Ну, сто процентов. И он начинает так себе. Раз пометил, два пометил, раз в mindfulness вернул. Например, вот человек сказал, я когда помню, я когда делал это, мне было столько, так и так. В общем, попробуйте замедлиться, да, обратите внимание, что сейчас происходит, когда вы рассказываете пускай. Я замечаю, что вы как-то заюбались, замечательный вы. Ну, да. Я замечаю, что у вас в москве там как-то, замечательный вы. Ну, да. А что для нас важно было в тот момент делать? Вот это. А вообще вот это имеет для вас все? Конечно. Ну, мы выцепляем из истории, мы выцепляем из из вида, из поведения его, мы выхватываем феномена его поведения, да, когда он что-то рассказывает, мы эти феномены выхватываем, мы как-то начинаем его в эти феномены, ну, как-то заземлять, да, вот оставлять его, то есть фокусировать на них. У джендлинга это фокусирование, да, там. Ну, разные, старые известные штуки. Вот. Тогда мы из истории, потому что понятно, что раз мы дожили там, не знаю, у нас в 20-30-40 лет, у нас были светлые, были светлые моменты. Это как раз гуманистическая идея. Ну, они, как правило, если там совсем странно, они прерывают свою жизнь, не доводя это. Да, да, досрочно. Парадокс-акт. Если жизнь была настолько беспробудна, что она не имела смысла, мы уже этих клиентов не видим. Ну, они уже решили это. Ну, и… Ну, и… С ошибкой мужик. Да. И, ну, и главное, когда так это наш терапевтический челлендж, да, это что, ну, не всем клиентам можем помочь. Это тоже чем тяжело нам. Это только безнадежность, но я встречаюсь, это грустно, что, ну, мы всем можем помочь. Ну, и смотрим на… Комплектный диагностерапевт. Или, ну, я умножу пятый, и очень грустно. Ну, я тоже… Ну, я тоже не знаю по кому-то, вообще. Тоже не знаю. Ну, я могу… Я могу включить только, ну, какие-то человеческие вещества со страданием, внимание, и если больше ничего не работает. Ну, просто выяснили. На самом деле, вот в Англии сейчас развивается направление Compassion Focus Derby. Университет Derby – терапист, гусированное со страданием, действительно желает. Мне кажется, что, на самом деле, это четвертая волна зарождается. Потому что мы… Многие из нас стали осознанными, но как-то со страданием доброты нам это всегда приносит. Вот максимум, что мы можем сделать. Ну, я так понимаю, здесь, как элемент политической терапии, важна активность клиента… Конечно. Мотивирован. Да, мотивирован. Мотивирован искать вообще ничего, и я не знаю, вообще… И даже не хочу соглашаться с тем, что вы еще соглашете. Наверное, нам в терапию не дойдет просто так. Не дойдет, да. Да, если он дошел, значит, есть шанс. Бывает, что я, как терапевт, и тогда да. В общем, это приступ в позиции верно, что если он дошел, торопишь, какая-то мотивация его привела. Копать туда можно. Чего он дошел? Чего он не в окно выше, а в кабинет вошел? Да. Да. Если он дошел, там что-то уж прямо вот, ну, все знают, да, что ты не слышишь, что если он конкретно созрел, он скорее выйдет в окно, чем в кабинет терапевта пойдет. Ну, вероятности больше. Если он вошел уже, значит, есть шанс, есть надежда. И важно, это как будто угольки. Иногда это не быстро, да. Потому что все хотим помочь быстро, клинически, научно доказанными методами, быстро, эффективно, во. Но иногда это, может быть, и год, и два, и так. Да, если что, это иллюзия. Конечно. Какой-то удобный. Да, мне нравится. Хотел бы комментарий сделать. Хорошо. Спасибо за презентацию, за первые комментарии. Мне интересно было посетить семинары 20 апреля, я так понял, что это будет, наверное, с… Там целый день, да? Планируется. Целый день, да? Да, здесь сидишь с теми. Я так понимаю, что это такое интегративное направление. Здесь явно краткосрочная аппетитивная терапия прослеживается, как элемент обстановки целей, поиска ресурсов, представить, как будет… Если ты это будешь делать, следовать определенным ценностям, я так понимаю, то здесь, конечно, такое интегративное направление… Только Стиву, не говорите это. Я просто наблюдаю, как многое сейчас называется по-другому, и там… Вы сказали, как «четвертый роман сострадания», по-моему, Роджерс об этом говорил, в каких-то основах клинистических подходов, что надо так делать, это полезно. Да, я совершенно согласен, что он вылезет как интегративное, но поскольку все-таки Стив с товарищами – это ученые, прямо вот в широком смысле, это ученые, понятно, что, ну, они определяют как самостоятельный подход, поскольку они выделили философию, теорию и металлогию совершенно отдельно, не связанную с другими подходами. То есть функционального контекстуализма и теории революционного фрейма нету больше ни в одном подходе, как основы теоретической и философской. – Похоже на мета-модели из NLP, то есть с Грегли Бейтсом, я скажу. – Уверен, я уверен, что уши торчат разные. Из-за, как-то из многих других моделей, да. Ну, в общем, я согласен, что это прям подход, интерес, да, интегративный за счет структурирования такого. – Это и так, и так, это одновременно интегративный и самостоятельный. – Конечно, какие-то вещи и пересекаются, совпадают даже, сосуществуют. – Я вот такой ремарк, Стив как раз про это сказал, он говорит, для чего Клинисовску нужна философия. Я вот сейчас цитату прямо, у меня есть вот эта статья, но он говорит, «Потому что, если мы не понимаем философскую базу, вот не знаем философии, вот метода, да, и не понимаем своей философии, потому что у философии философии, это как я смотрю на мир, да, это моя система взгляда на мир, такая совершенно иррациональная, и я с ней вот живу, и я могу ее только обнаружить, да, прочитать философские школы и приложить прямо только обнаружить ее». И вот проблема начинается, когда клиницист пытается освоить метод, который не ложится на философском уровне. То есть вот на уровне философии бьется с его взглядами на мир. И вот тогда начинается проблема. Поэтому, если мы понимаем, ну, знаем, какая философия в основе осваиваемого метода, и какую философию, как мы смотрим на мир, и это совпадает, то тогда эта модель имеет для нас смысл, тогда мы верим в ней. Потому что, да, ну, вот эволюция психотерапии у Дмитриевых главных, да, что, ну, все больше версий появляется таких, в том числе исследований, что вопрос не в модели вообще, а вопрос, верит ли психотерапевт в то, что он практикует. Ну, как-то ложится ли это ему на душу? Или он не верит, или он просто вот как-то делай раз, делай два, так технически относится. И вот, ну, философия нужна для этого. И, собственно, разделение, оно, как правило, идет по философскому принципу, да, что, если там в когнитивной терапии, там, на основе философии, да, там, греческой, да, теории СССР, сократические диалоги, и маевтика, да, то психоанализа, например, это герменевтика, там, искусство речи, это ведение, искусство толкования, и они бьются. Ну, в смысле, здесь мы ведем диалог, а здесь мы толкуем, здесь опытный психотерапевт толкует опыт, исходя из теории. Вот это тот момент, где, ну, это будет... Здесь, я так понимаю, философия прагматизма. Да. Да. Или он все, что может помочь, не важно, что это. Да. Да. Если это отвечает требованиям... В принципе, ну, то, что работает. То, что работает, и совпадает с контекстом. То есть, в общем, спать с клиентом не надо, потому что психотерапевтический контекст категорически против. Если он такой у терапевта. Если он такой у среды. У среды психотерапевтической. А то я встречал встречи. Была у нас встреча, как я обсуждался. Решение было. Еще в лет 15, наверное, рассказывает, что психотерапевт на рубеже тысячелетий была. А 2000-м Магарф организовал в Москве и Леониде, как рассказал, и был французского известного психоаналитика, который на вопрос, спите ли вы со своими пациентками? Он говорит, а почему я должен спать всю жизнь? Нарушение профессиональных границ. Коллеги зрелых. Да, психоаналитики поймут. Да, психоаналитики. Да. Первый принцип. А вторую функциональность – действие в контексте. Act in context. То есть мы рассматриваем действие без отрыва от контекста, в котором оно случается. Нет? Спасибо. Хорошо, можно поговорить тогда. Если сейчас острых таких активных вопросов нет, я надеюсь, они будут копиться, и к 20 апреля они как раз в критическую массу такую перейдут, вы будете заряжены вот этим интересом, острыми вопросами, потребностями, и открываться опытом, который будет объемно и контекстуально представлено 20 апреля, и еще и плюс интервизия, о которой мы только что могли говорить, потому что это сразу будет и теория и практика в одном флаконе, и, конечно, просто это время. И я хочу предложить вам такую вещь, что придет, вы можете, если у вас какие-то интересы есть и пожелания, мы будем с этим планировать, да, эту мастерскую, и вы можете присылать, мы будем вчитывать, потому что я как-то информированный согласие с моими будущими клиентами на этой мастерской, что там мой, собственно, интерес – это исследование, ну, для каждого из нас своего опыта, поэтому это будет много маленьких экспериментов с использованием там на mindfulness, там, да, на acceptance, там, на самоисследование, то есть мы скорее будем пробовать акт на вкус, да, чем, ну, теоретически рассуждать про что-то. И на Mindfulness у меня экспериментов было, я уже там четвертый год этим занимаюсь, и программа международного. Вот, это будет мой основной вопрос. То, в чему вам, если вы на это не согласны, и вам что-то важное другое, то тогда просьба интерактивно заводить со мной, можно с Дмитрием, и мы будем учитывать ваши пожелания на мастерскую, и выяснять от ваших интересов, и вы будете ваши клиенты. И мы будем думать, какие действия помогут реализации нашей цели. Спасибо. 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 Спасибо.